Всем доброе утро, девочки мои! Ну что, я обещала держать вас в курсе своего самочувствия. Сегодня я чувствую себя хорошо. Прививку я делала вчера утром. Всё было нормально весь день. Но вечером чуть-чуть поднялась температура до 37. И небольшая слабость. Ну, в общем-то, я вчера ничего не делала. Я лежала, отдыхала. Уснула, правда, раньше обычного. Но зато выспалась, проснулась сегодня. Опять температуру померила. Сегодня уже всё хорошо. 36,6. Ну, посмотрим, как я буду чувствовать себя вечером. Какие у меня планы на сегодня? Ну, пока что я вот сейчас готовлю типа жаркова. Что-то такое, картошка с индейкой. Готовлю на сковороде, тушится. Это уже к обеду скоро. Можно будет уже обедать. Ещё вчера вечером в WhatsApp с нами связалась тренер, которая должна была проводить нам тренировки по, ну, как здоровая спина. И эти тренировки я ждала, когда же они возобновятся. С 1 октября ещё тогда у нас должны были начаться занятия. Ну, вот уже прошло сколько? Четыре с половиной месяца. И, в общем, тишина была. И вчера только нам написали, что тренировки уже возобновляются на этой неделе. То есть, в общем-то, с сегодняшнего дня. Но, так как я после прививки ещё не знаю, там первые три дня надо наблюдать за собой. Никаких физических нагрузок в брошюрке написано избегать, в общем-то. Поэтому я не знаю, буду я сегодня тренироваться или нет, но сходить на тренировку я схожу, потому что нужно познакомиться, пообщаться. И, в общем, даже посмотреть, что это за тренировки и так далее. Поэтому, конечно, у меня любопытство разбирает, во-первых. Во-вторых, я, конечно, хочу заниматься. Это желание я не откладываю. Ну, во-первых, как бы физические упражнения. И, с другой стороны, они как раз-таки вот для людей, у которых проблемы со спиной. Но мне они, эти занятия, нужны. Поэтому я туда обязательно пойду и очень хочу туда ходить. Надеюсь, что всё у меня срастётся и всё будет хорошо. Поэтому сегодня вечером мы туда отправимся. Ну, в общем-то, я буду держать вас в курсе. Не знаю, вряд ли у меня, наверное, на этот раз получится что-то снять. Но, в общем, что сниму, то сниму. Но, в любом случае, я расскажу, что к чему да как. Какие планы на будущее. Вот. Ну, а сейчас пока вот что. Скоро будет обед, я покушаю. И, в общем, сегодня до вечера ничего делать не планирую. Я сейчас берегу силы. Тем более, что, ну, как бы сказать, лёгкая слабость. Она у меня вообще в последнее время такая. Вот так как спина, она же всё-таки ещё чуть-чуть побаливает, суставчики, да. Поэтому я стараюсь себя не напрягать сейчас. Если у меня есть возможность отдыхать, то я отдыхаю. Кто-то мне там из подписчиков написал. Вот как же вы всё время отдыхаете, да отдыхаете. А как же люди в вашем возрасте вот работают там ещё на работе. Ну, у каждого своё и у каждого своё здоровье. Да, если бы мне как бы проблем не было, я бы, может быть, пошла бы даже ещё и работала бы как-нибудь. Ну, у меня, помимо того, что есть уже пенсия, нет уже здоровья. И у меня есть внуки, с которыми мне нужно, в общем-то, периодически быть, находиться, помогать детям, чтобы они могли работать, зарабатывать, становиться на ноги, как говорится, свою жизнь обеспечивать. Поэтому каждый своё делает, каждый свою работу делает. А потом не думайте, что я целый день валяюсь на диване. Ребята, у меня очень много работы по дому, по блогерству. То готовка, то уборка, то монтировать, то снимать, то туда-сюда. Да, и поэтому я даже вот целый день, бывает, на ногах провожу. Если мне удастся там днём минут на 15 прилечь хотя бы, чтобы немножко спина отдохнула. Потом стою и опять продолжаю что-то делать. Так что не думайте, что я прям целыми днями с утра до вечера лежу. Я бы тогда не была блогером. Я не смогла бы тогда снимать для вас видео. Вот так что всё нормально. Чувствую себя хорошо. Ну всё, пока что я прерываюсь. И попозже уже с вами опять мы встретимся. И тогда узнаем, что ж там с этими тренировками. Что ж там такое. Само интересно, само любопытно. Ну что, девочки мои, вот и пришёл вечер. Наступил вечер. Сейчас время уже без 27. В 7 часов начинается тренировка. Ну что я вам хочу сказать по своему самочувствию. В общем-то, померила температуру. Температура нормальная. Немножечко побаливала голова. Ну и выпила таблетку от головы. И всё прошло. В общем, в целом, так чувствую себя неплохо. Но тренироваться или нет, я ещё пока не решила. Но на всякий случай я одела такой спортивный костюмчик. Бриджики и футболку. Ну а сверху одену свой обычный костюм. И пойду туда. А там уже я посмотрю по обстановке, пообщаюсь с тренером. И тогда будет видно, буду я сегодня заниматься или нет. Но если заниматься буду, может быть, только очень так, чуть-чуть аккуратненько, с краешку, медленно. Или, может быть, не буду. Ну, пока что не знаю. Я иду первый раз, поэтому мне интересно, что к чему там вообще, в принципе. Вот. Так что одеваемся и идём. Ну, если будет что-то, возможность снять, я сниму. А если не будет возможности, значит, не сниму. Приду, расскажу, что там такое и да как. Кстати, ещё хочу сказать. Сегодня пришла мне смс, что в госуслугах я могу заполнять теперь дневник. Там есть дневник вакцинированных. Ну, в общем, да. Вот на моём личном кабинете, значит, написано, я открыла, написано, что я вчера сделала вакцину первую. И, в общем, я могу там заполнять, там написано, на какие дни заполнять ваше самочувствие. Там первый, второй, третий день, потом раз в неделю. И после второй вакцинации тоже первые три дня подряд и потом раз в неделю. Вот. Заполнять о своём самочувствии. Какая температура была, была ли не была. Ну, и там остальное, болела голова или что-то там болело. В общем, ставим галочки. Ну, температуру просто написать. И ставим галочки там, что болело, не болело или ничего не болело. В общем-то, такой как бы опросник для тех, кто вакцинировался. Для того, чтобы, ну, врачам это было видно и понятно. В общем, заполнила я за вчерашние сутки, написала. И, ну, за сегодняшние сутки я уже заполню утром, для того, чтобы уже мне была за сегодняшние сутки картина вся ясна. Но сегодня я чувствую себя уже даже лучше, чем вчера. Ну, в принципе, я и вчера как бы нормально, терпимо всё чувствовала себя. Сегодня даже получше, чем вчера. Температура нет, голова чуть-чуть побаливала. Вот. Ну, и немножко рези в глазах, знаете, как глаза чуть-чуть побаливают. Когда не выспишься, вот такое ощущение. Ну, и всё. Ну, ничего страшного, всё, 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 в принципе, нормально. Всё, девочки, бегу, бегу. Не люблю опаздывать. Девочки, бегу на тренировку. Смотрю, мимозу продают. Сколько стоит, вот эти? Двести. Класс. Ещё не март. Смотрите, какая красота, девочки. Какая прелесть. Девочки, вот такой вот у нас тут зал большой есть, оказывается. Сейчас дети закончат занятия. И потом будет у нас. Я, по-моему, первая только пришла. Ой, сколько детишек тут занимается. Много. Всё, уже они уходят. Девочки, смотрите, вон, занимаются молодые девушки. Тут гимнастика. Девчонки молоденькие вообще, девчушечки, как внучечка моя такие. Вот они сейчас уже уходят. Ну, ушли уже, да. И всё. Ну, сейчас у нас группа, как я узнала, небольшая. Девочки, я из своей группы сегодня пришла одна. Ну, у нас там человек шесть, по-моему, мне так сказали, должно быть. Ну, кто-то на работе, для кого-то неожиданно. Тем более график ещё пока вот как бы предварительно такой. Кому-то, может быть, он не подходит. Кто-то, может быть, не сможет прийти сегодня. Ну, мне спросили, хотите позаниматься или как хотите. Я говорю, ну, давайте попробуем. Мне очень интересно попробовать, узнать, что к чему. Я вот такой взяла костюмчик, оделась сегодня. Смотрите. Вот, ну, так как упражнения будут в основном на спину, ничего там, сказали, сложного нету. Я сказала, что я после прививки, мне как бы нагрузка нежелательна вот сегодня. Мне сказали, мы можем аккуратненько, чуть-чуть. И, в общем-то, на спину упражнения мы можем так аккуратненько, легко это всё сделать. Вот, ну, и я согласилась. Я говорю, давайте попробуем. Мне интересно, какие упражнения, как они на меня лягут, понравятся, не понравятся, что да как. Раз уж я пришла, раз уже оделась, ну, надо уже в конце концов пробовать, да. Ничего бояться не надо. Продолжение следует... Ну, что, девочки, вот я и дома. Отзанималась с удовольствием. Хочу сказать честно, получила колоссальное удовольствие. Если я шла на тренировку с таким, знаете, сомнением, заниматься, не заниматься. Ну, так как я пришла туда одна, мне сказали, хотите, позанимаемся, не хотите, не позанимаемся. Я говорю, ну, давайте попробуем. И, в общем, попробовали, позанимались. И разработала я все мышцы. Там работают мышцы, в принципе, все. И рук, и ног, и пресса, и спины. В общем, там есть упражнения на разную группу мышц. Помогает тренер упражнения делать, подсказывает дышать. Там выдох, вдох, когда делать. Я дышу неправильно, все наоборот дышу. Вот. Но там не интенсивные упражнения. Упражнения в основном, они идут на работу мышц. И они идут такие спокойные, плавные. Не задыхаешься, ничего. Ну, в общем, для людей, вот, моего возраста, то, что нужно в самый раз. И мне кажется, что вот, когда позанимаешься, после этого уже, кого беспокоит остихондроз, мне кажется, он тогда перестанет беспокоить. В принципе, упражнения, они где-то, ну, они немножко по-другому делаются, но где-то, вот, они мне напоминают те упражнения, которые мне давали лечебные физкультуры. Но здесь идет, как группа наша, вообще занимается, называется, вернее, как здоровая спина. В основном это все идет на суставы, спина, позвоночник, в общем, работает все. Ну, мне понравилось, я прям получила удовольствие. И я, когда вышла оттуда, я прям почувствовала себя совсем по-другому. И прям я стала чувствовать свое тело, знаете, как амплитуда движений как-то у меня увеличивалась, и все. В общем, я очень хочу ходить туда, очень хочу заниматься. И прям мне понравилось, получилось удовольствие. Девочки, кто живет в Александровке, если кто-то вот тут вот недалеко живет, ну, мне уже писали, что кто-то тут есть, и не один человек, кто тут живет. Я вам просто оставлю в описании телефон и инстаграм вот этой нашей группы. И можете связаться с тренером и тоже походить позаниматься, так же, как и я. Ну, у нас занятия вот сейчас, как определили по графику, вторник, четверг вечером будет, а в субботу в 11. Ну, пока такое расписание, оно мне как раз-таки очень устраивает, очень подходит. Так что приходите, заниматься будем вместе. В общем, я довольна. Все. Теперь я с чувством полного удовлетворения ложусь отдыхать, спать. Уже вечер, ну, спать еще рано, но уже скоро, через часик можно будет спать. Кушать мне не хочется. Кстати, я там спросила по поводу еды, чтобы похудеть, сбросить вес. Мне сказали, ну, самое главное, нужно просто уменьшить порцию и не есть сладкое, особенно после тренировки, вечером, там, на ночь. Вот. Ну, у меня теперь появляется мотивация, я так чувствую, блюдить вот это вот все. Хочется, конечно, и вес сбросить. Мышцы начинают работать, мышцы будут поедать этот мой лишний жир, особенно вот на животе, где он у меня присутствует, да. Я надеюсь, что все будет хорошо и ничего не изменится. Я очень долго ждала этих тренировок, наконец-то дождалась. Я надеюсь, что все, звезды сойдутся, и тренировки эти будут продолжаться, и я буду их посещать. Вот. Этого бы мне очень хотелось. Я спросила, сколько человек записано в группу. Ну, в группе вообще там сейчас записано вроде бы человек шесть. Ну, группа, она сказала, будет все равно небольшая. Вот. Ну, в любом случае, еще у нас есть вакантные места, поэтому, девочки, кто хочет заниматься, приходите. Я даже забыла, что я где-то там себя не очень там хорошо чувствовала до этого, да. Ну, по крайней мере, такое у меня было ощущение, что не очень, может быть, хорошо себя чувствую. Вот. Слабость там какая-то или что-то головная боль. Все, я забыла уже про это все. Я себя чувствую сейчас очень хорошо. Прям мышцы в тонусе, и прям я бодра, весела, и все нормально. Так что вот так вот такие вот дела. Ну, все, девочки, ложусь отдыхать. Температуру мерить не буду. Мне кажется, у меня сейчас никакой температуры нет. Все хорошо, я себя чувствую прекрасно. Вот. Ну, и до завтра. Увидимся утром. Спокойной ночи. Всем доброе утро, девочки мои. Ну, вот, наконец-то и прошло три дня. Я вчера не стала ничего снимать, потому что, в общем-то, ну, что нового снимать? Ничего нового вчера не было. И я уже сразу перепрыгнула через один день. Сегодня уже миновало три дня после прививки, и вот уже даже пошел четвертый день. Ну, что я вам хочу сказать. Вчера у меня была невысокая температура, 37,2. Ну, с утра была нормальная температура, потом она днем поднялась, 37, к вечеру 37,2. Ну, в общем-то, я выпила таблетку одной из списка у меня, из этого списка, который вот в этой брошюрке. У меня оказалось только Найс. Выпила таблетку Найс. Все прошло, все нормально. Очень вчера хотелось искупаться, но три дня прививку мочить нельзя. И я уже решила дотерпеть уже до утра. И сегодня рано утром я проснулась и искупалась. С удовольствием с таким. Как будто сто лет не купалась. Ну, в общем, все. Все очень хорошо, все прекрасно. Да, кто-то из вас может написать, что не надо было идти в спортзал, тогда бы у вас температура не поднялась. Но не факт. Она могла бы подняться у меня и без спортзала. При том, что в спортзале я не перетрудилась, там не делала никаких резких движений. В общем, аккуратненько прошлись мы по этим упражнениям, которые, в общем-то, идут на растяжку. Так что я не думаю, что спортзал мог как-то повлиять на меня. Поэтому все нормально. Почитала я ваши комментарии. Вчера как раз вышло утром видео с прививкой. Мне было интересно, что же вы там будете мне писать. Закидайте меня камнями или нет. Но, к моему удивлению, большинство людей уже тоже привились. Особенно, кстати говоря, вот на прививку идут те, кто уже соприкоснулся с болезнью. У кого переболели близкие, может быть, очень тяжелой форме. Кто-то, может быть, близких потерял. Но вот эти люди, кто столкнулся уже с болезнью в тяжелой форме, особенно те уже на прививку идут без всяких раздумий. Ну, а тех, кого миновала еще чаша сия, те еще в раздумьях или есть такие, знаете, противники прививки. Ну, опять-таки, противники до тех пор, пока вот с этим не соприкоснутся вплотную. Несмотря на то, что по телеку показывают, сейчас уже реже показывают, но показывали много вот этих вот, как люди это все переносят, как они там задыхаются и так далее. Ну, и тем не менее, еще остаются скептики, которые надеются, что авось пронесет. Ну, в любом случае, я никого не агитирую. Я сделала свой выбор и пошла и привилась. И, кстати, одна подписчица написала, «Я свою маму не пущу на прививку». Ну, знаете ли, решать за кого-то, мне кажется, это все-таки такое дело сугубо личное. Каждого человека собственная жизнь, она принадлежит, собственно, мне. Ну, как за меня кто-то может решить? Болеть мне или не болеть, дышать мне или не дышать, жить мне или не жить. Это же я должна сама за себя принимать решение. А если вы решаете за кого-то, то вы берете на себя ответственность за жизнь, здоровье другого человека. Ну, я бы, например, не стала бы этого делать, чтобы потом не пришлось себя в чем-либо укорять. Мало ли что может быть. Я считаю, что каждый должен решать за себя сам. А еще кто-то написал, «Сколько вам заплатили за рекламу, девочки?» Мне стало смешно, честно говоря, с такого комментария. Ну, реклама – это двигатель торговли, как говорится. Да, обычно рекламируют что-то, что хотят продать. Вакцина бесплатная. Как можно ее рекламировать? А кто будет за это платить еще? Мне интересно. Но это глупости. Тут уже, знаете, дело здоровья касается. В общем, смешной, конечно, комментарий. Если так вот рассуждать, то можно, знаете, подумать, вот если человек-блогер, да, он может… Ну, тогда можно сказать, что мы рекламируем все. Мы рекламируем фикс-прайс, за который никто не платит. Мы рекламируем пятерочку, за которую никто не платит. В общем, все, что мы едим, все, что мы покупаем, все, можно сказать, реклама, да. Если я вам показываю, что я люблю вот такие мюсли, а не такие, например, или там овсяную кашу или что-то, да, это значит, я вот это вот рекламирую, это не рекламирую, да ерунда все. Я показываю свою жизнь, вот все, что я делаю в своей жизни, то и показываю. Мне кажется, что если бы я не сняла вот эту свою прививку, да, просто вот вообще бы вам никому не говорила про это, я об этом думала, ну, тогда вот кусок жизни бы вы не увидели мой, да. А потом опять-таки, как я себя чувствовать буду после прививки, как бы мне вот это пришлось бы скрывать там от вас или что. Ну, поэтому я человек такой открытый, поэтому показываю все, что я делаю в своей жизни. Вот смотрите, рассуждайте, наблюдайте. Я думаю, теперь мы все будем наблюдать за мной, как я буду жить после прививки, да. В любом случае, если у меня там какие-то будут заболевания, там что-то такое, ну, конечно, я вам скажу об этом, плохо себя чувствую там или еще что-то, я вам об этом скажу, не переживайте. Ну, я рада, что я сделала прививку, и вот эти три дня, которые после прививки прошли, я хочу сказать, ничего страшного в этом нету, ну, небольшая головная боль, немножко слабость, и может быть невысокая температура. Вот все, что я понаблюдала за эти три дня. Ну, выпила таблетку от головы, и, в общем, все дела. Ну, лучше же так, как говорится, все это перенести, чем вот эту болезнь тяжелую. Ну, вот, пожалуй, все, что я хотела сказать, девочки. На этом я хочу видео свое, вот это уже такое длинное, закончить, завершить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok